Всем привет, у микрофона Деймос, и это 9 серия по застройке пустыни в такой замечательной игре, как рабочие ресурсы Советские Республики. В предыдущем видео нам удалось отстроить милицейский участок, здание суда и тюрьму, а также здание госбезопасности. В этом эпизоде продолжим расширять город, начнем понемногу отстраивать станцию водоподготовки и канализацию, и возможно начнем отстройку ЖВД линий. Всем желаю хорошего настроения и приятного просмотра. И прежде чем мы начнем, немного полезной информации. Если вы как и я имеете проблемы с покупкой любимых игр в стиме, есть решение. Платформа стимпэй предлагает более трех с половиной тысяч игр, лицензионные ключи от официальных издателей, гарантированная техподдержка вашей покупки, регулярные акции, скидки и бонусы, более девяти тысяч положительных отзывов от реальных клиентов, удобные способы оплаты. Рекомендую лично, так как платформой я пользуюсь сам, переходите по ссылочке в описании и вперед за покупками. И начать я бы хотел с устранения старых косяков. Как я и говорил ранее, эту дорогу я хочу перестроить. Закончил я с перепланировкой дороги, чтобы заменить один кусочек и смотрелось это все очень хорошо. Мне пришлось нормально так покормсать дорогу, но постепенно за кадром я все это отстрою. А да, еще и колодец пришлось перестроить. И также я бы хотел перейти к планировке района. Нам нужно больше квартир для населения. до встречи. До встречи. До встречи. Закончил я с планировкой района. Здесь мне удалось поставить три больших дома качеством 96%. Поставить им здесь небольшую парковку, теннисный корт, а также мне кажется для этого райончика понадобится дополнительный садик. Как только на автопоиске тропинки достроят, перейдем к его строительству. А вот здесь я буду использовать. А кстати старые теплонакопители то можно убрать от котельной. Только портят внешний вид. Чтобы я мог запланировать здесь слив, нужно подогнать поближе терраформеров. Поэтому временно размещу здесь два маленьких депо. Какие же забавные эти маленькие автоэкскаваторы. Терраформеры добрались, можно приступать к планировке. Отдаем строительство канализационный выпуск, трубу и осизационную станцию. Снабжать рабочими этот комплекс я планировал из ближайшего района, но пока его нету, я думаю можно повозить народ на маршрутках. Не знаю есть ли смысл ставить остановку или лучше назначить прямо на объект. Пока подумаю. Что-то совсем участок не справляется, куплю сюда еще одну машину и открою побольше штат рабочих. Ну наконец-то песчаная буря закончилась. На строительной базе осталось небольшое пустое место. И я подумал поставить пару маленьких автобас, которые будут заниматься снабжением топлива. Они почти идеально сюда вписались. Кое-как пожарный расчет успел на тушение конвейера. Ох уж эти улучшения дорог. Ну и вот можете меня поздравить, а честные могут принимать сточные воды. Осталось привезти сюда химию и работников. Старые проекты честных можно убирать. Это был последний трансформатор, подключенный к линии из таможни. Теперь все это можно сносить. Я думаю можно перейти к строительству двух топливных автобас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дело осталось за малым. Пригоним сюда автоцисцерны и назначим точки выгрузки топлива. Для того, чтобы я смог снабдить рабочими железнодорожную строительную контору, мне нужно сюда врезать остановку. И прорыть туннель по АДЖД путями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь я в тупике хотел поставить трансформатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Денег у меня достаточно, и я задумался о покупке строительных вертолетов. А почему бы и нет? И также нужно отдать строительство бочку под туплю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эту временку, я думаю, уже пора убирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту вертолетную контору я буду использовать не как основную, а как поддержку. То есть ее задача будет заключаться в доставке рабочих на место строительства, а также кранов, асфальтоукладчиков, катков и экскаваторов. Вот они, прилетели два красавца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, с появлением вертолетов, стройки пойдут гораздо лучше. Для подвоза рабочих на химкомплекс я решил приобрести нормальных автобусов, а пазики отдать в строительную отрасль. Возьму вот этих синеньких, они мне нравятся. Можно приступать к строительству нового жилого района. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый жилой район построился быстро. Осталось только 17 трудодней на садике. А значит, совсем скоро у нас будут рабочие для второго химического завода, который, я думаю, уже мы можем начать отстраивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, понемногу уже можно запускать тюрьму. Для этого нам нужны пара автобусов и пара автозаков. Возьму две 706-ые Шкоды и пара автозаков Элли. У меня в республике появился забагованный автобус. Он подсвечен желтым цветом. Я не могу с ним ничего сделать, не удалить ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А с вертолетами реально стало жить веселее. Достроилась большая автостанция на производстве. Я думаю, организовать подвоз рабочих именно на нее. С помощью подземных туннелей работники смогут попадать как в пожарную часть, так и на ближайшие заводы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вижу, суд немножко захлебнулся, поэтому добавим сюда рабочих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй химический завод в республике готов. Осталось подвезти рабочих и запустить. У нас стали появляться в тюрьме первые заключенные. Я уже назначил автозаки, пускай едут, работают на химии. Пора осуществить план по переносу пожарной части. И сразу же отдам строительство малый милицейский участок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малый милицейский участок готов. Откроем его на минималку и купим сюда всего одну машину, чтобы он мог собирать дела с местного производства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Воду и канализацию для второй части промышленного комплекса я запланировал и совсем скоро уже отстроят. И так же готова пожарная часть. Машину заберу отсюда, это здание можно сносить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на их место, как я и планировал, поставлю автобазу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На складе уже полно химии, ее скоро нужно будет продавать. Закуплю пять больших крытых грузовиков. Возьму Минск ФМ-504. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя мне пришла в голову другая идея. Отстройка и цех упаковки контейнеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в республику внов пришла песчаная буря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цех упаковки контейнеров достроен. Давайте же я расскажу вам свой бизнес-план. Я хочу сюда вывозить излишки химии, упаковывать их в контейнеры и увозить на таможню НАТО. С полученных долларов я покупаю технику и продаю на советской таможне. Вот такая довольно простая и прибыльная схема. Открою я его пока на пять работников. Если будет недостаточно, добавлю рабочих побольше. Отлично, схема заработала и уже появился первый контейнер. И раз я хочу в скором времени начать строительство ЖД-линий, нужно отдать строительство ЖД-строительную контору и прилегающие к ней склады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открытое хранилище под гравик готово, и для его снабжения я уже приобрел трех клюмничков. И в пустыню пришла весна. А вот, кстати, первая химия поехала на таможню НАТО. Глава продубайца будет очень доволен. ЖД-строительная контора готова и можно подвозить сюда дрезину. И давайте расскажу, как это сделать. Идем на таможню и выбираем раздел «Разобранная техника». В данном случае я хочу взять себе две дрезины. Берем свободный бортовой грузовик и назначаем на таможню загрузка техники. Далее в ЖД-строительной конторе ставим выгрузку техники. У меня дрезины две, поэтому повторю дважды. И чтобы грузовик потом не слонялся без дела, отправлю его в депо. В открытое хранилище нужно подвезти такие ресурсы, как сталь, кирпичи, панели и доски. Для этого буду использовать логистическую контору со строительной базой. Электродетали пока здесь не нужны. Отлично, первая дрезина доставлена. Ждем вторую и начинаем строить ЖД-линии. И чтобы не мешать строительству железной дороги, нам нужно отстроить железнодорожную базу снабжения. Ждем вторую и начинаем строительную базу снабжения. Ждем вторую и начинаем строительную базу снабжения. Ждем вторую и начинаем строительную базу снабжения. ЖД база снабжения готова, но прежде чем мы ее запустим нужно отстроить очень много железных дорог. Начало положено и это прекрасно. Чтобы я мог убрать свои первые наброски планировки воды, мне нужно отстроить станцию водоподготовки, бочку, пару насосов, ну в общем необходимый минимум для того чтобы водовозки из технических служб могли брать здесь воду. Так что приступаем к строительству. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И станция водоподготовки готова. Осталось назначить сюда работников и привезти химии. Со временем мы отстроим все трубы и бочки и сможем дать нормальное водоснабжение городу. И думаю самое время подвести итоги. Мы смогли отстроить и запустить железнодорожную строительную отрасль, отстроили дополнительный химический завод и организовали производство воды. В следующей серии продолжим отстраивать промышленный комбинат, расширять город и возможно подумаем о будущем аэропорте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 10-я юбилейная серия доступна для просмотра в раннем доступе для подписчиков на бусти. А чтобы не пропустить выход на ютубе, рекомендую подписаться и поставить колокольчик, тогда ютуб пришлет вам уведомления. Спасибо за просмотр, всех обнял, всех люблю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok